Каждый год с историей музея он пополнялся новыми экспонатами, но для выставы 40 на 40 нужно было брать одну вещь для ответственной даты. Спрежек не возникло только относительно того, чем открыть выставу. Ведомо самым первым экспонатом – книжечкой Нины Ватации, доследщика библиографа человека, который хлопотился про расшук и сбор материалов, связанных с Максимом Богдановичем. Музей был створен и первого красавика 1981 года. Теперешние супрацовники приходили працевать урозные годы, які узгадываются им так само адметными артефактами. Я пришла в Литературный музей Максима Богдановича в 1998 годе. И мне вельми приемно, что экспонат, який в этом году потрапил у фонда Литературного музея Максима Богдановича, это брошка Янины Шабуни. Она вышивала ее своими руками. Литературный музей Максима Богдановича пополняется новыми экспонатами. Тому можно свержать, что протягу этого выставочного проекта будет. Например, в 2021 году фонды музея пополнились альбомом Бориса Аракчеева. Он сам народился под Ярославлем, а большую часть життя прожил тут, в Минске. Он много разов бывал в Ярославле и в полный час решил докрануться до творчества Максима Богдановича и внести свою лепту. И вот в этом альбоме он робил замалевки со старых паштовок, со старых фотосдымков, именно там, в Ярославле, в Ярославском музее, в библиотеке. И так само там есть замалевки волжских пейзажей, которые не меняются с часом. Праца выставы 40 на 40 протягнута до конца мая. А после ее завершения музей планует открыть, как раз, экспозицию мостатских работ Бориса Аракчеева. Редактор субтитров А.Семкин